О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Осторожно! Полиция! В Черновцах патрульные насмерть сбили парня, по чьей вине произошла авария. Лесная порука. Кто массово рубит деревья в Пикарпатье и кто крышует нарушителей. Не дня без скандала, как и почему начальник контрразведки пересорил все правительство Германии. В распоряжении пешеходов в Брюсселе на один день отказались от автомобилей, ради чего? Незаконная вырубка в Украине достигла масштаба в экологической катастрофе. Нелегально уничтожают сотни гектаров, вывозят тысячи кубометров леса, при этом наказанных единицы. Кто крышует схемы, а зеленая коррупция в материале Жанна Дочак. На этих кадрах результаты хозяйствования в Людвигийском лесничестве. Сотни пней и гитари пустоши. Масштабы вырубок поражают. Это уже мы в Верховинском районе, видим масштабы вырубки леса. Вот таким образом вырубают наши Карпаты. Очевидно, что крышники даже лесгоспу, прокуратура скажут, что это все законно. Коррупционная схема в лесной отрасли хорошо отлажена. Одни рубят, другие покрывают и все при деньгах. Раскрыть ее нам помог один из лесничих. Показывать свое лицо на камеру мужчина боится. Говорит, самовольные вырубки есть в каждом хозяйстве. Проследить за всем невозможно, но в итоге штрафуют именно лесничих. Вот этим используются такие вот нечистки на руку, ревізорицы, околы. И они, значит, представляют вот так вот такой прайс. Вы имеете вот столько штрафов, вот имеете столько тысяч. Хочете, они еще платят на кишени. Ну и виходить в десяток раз меньше. Потому что там выходит, может выйти 500 тысяч, 600 тысяч. Там больше какие суммы, астрономические суммы, которые вообще нереально кому-то заплатить. Потому что, чтобы не иметь никакой ответственности криминальной и так далее, то просто змушены працовники леса идти на такую справу, как хабар. По словам лесничьего, схема отлажена и работает, как швейцарские часы. В нашем лесгоспе это где-то 50 тысяч было, 70 тысяч. Дом? Нет, гривень. Порахуйте столько лесничества, умножьте нам на эту сумму. Эти деньги собираются с лесниками, соответственно, они покрывают. Не очень честными, скажем, такими способами, мусить покрывать, потому что просто рубаются лишние леса, которые не могли бы рубаться. В мае этого года Ивано-Франковский при получении взятки задержали одного из чиновников экологического контроля госэкоинспекции области. Конверт с долларами лесничий передал инспектору здесь, возле кафе. Но пересчитать деньги чиновник не успел. Его сразу задержали правоохранители. 7 тысяч долларов контролеру принес один из лесничек Болеховского лесхоза, якобы за то, чтобы его участок исключили из списка проверки. Был факт. Ну, за что давал, я не буду говорить. Часто приезжал. И не раз вымогал, я не понимаю. Ну, я говорю, ценный телефон на разговор. В местном управлении СБУ говорят, что чиновник поставил дело на поток. В процессе документования деятельности посадовца было выявлено факты, яки свідчат про то, что он налагодил схему из отримания неправомирной вигоды из посадовых осіб лесового господарства. Кассиру за взятку грозило до 12 лет тюрьмы. Но пока дело дошло до суда, статью переквалифицировали на злоупотребление влиянием. А за это наказание мягче. Чаще всего это штраф. В то же время в прокуратуре говорят, что о систематических взятках чиновника им ничего не известно. Его устранили от должности до решения суда. Сейчас он находится на свободе. Благодаря внесенному залогу почти в 300 тысяч гривен. Жан Дучак, Знови Автонас. Подробности, Телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Очередное задержание браконьеров в Чернобыльской зоне. На этот раз в руки правоохранителей попал старший егерь зоны отчуждения. Кто и как занимается незаконным выловом рыбы в закрытой территории? Подробности в сюжете. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Эта поговорка давно не актуальна для рыболовов-браконьеров. На рыбалку пришли с электроудочкой. Когда ее опускают в воду, происходит разряд. И все рыба в водоеме всплывает на поверхность. Последствия впечатляют. Подобная рыбалка бывает опасной для самих браконьеров. Приобрести такую удочку довольно просто. Цены в сети стартуют от 300 и доходят почти до 4 тысяч гривен. Правоохранители часто проводят рейды и ловят браконьеров. Но есть в Украине поистине райские места для подпольной рыбалки. Запрошивают или по договоренности какие-то приезжают в зону отчужения и выловляют очень много рыбы. Ну, в каком обсяде? Там тысячи тонн. Может быть, тысячи тонн. И приезжают туда, как на сафари. Выбивают полностью все. Начиная от сеток, закинчивая электробудками. Георгий – сотрудник егерской службы в Чернобыльской зоне. Он согласился рассказать, как работает браконьерский бизнес в зоне отчуждения. Но лицо показывать не хочет. Не просто люди, а люди, которые могут приехать к семье, найти нас. Не только у меня, но и моих коллег. Чтобы рыбачить в зоне, необходимо иметь серьезные связи, уверяет Георгий. Головный егер Давиденко. Ему звонят, чтобы он организовывал все эти рыбалки. Приезжают все такие чины, люди в чинах. Выезжают на лодках, знают, куда ехать, знают территорию. И сам Давиденко руководит все. Это 100%, мы это знаем, и не один факт есть у нас с приводу того, что это он все организатор этих незаконных выловил. Но это же его и споймали. Там 46 суммей было, и где-то близко 700-800 килограммов сумма было выловлено. Это электроутки. Эта информация недавно появилась в СМИ. По данным журналистов, Давиденко задержали сотрудники прокуратуры Киевской области во время антибраконьерского рейда. Мы направили запрос в правоохранительные органы с просьбой прокомментировать ситуацию. Факт задержания силовики подтвердили, но о личности подозреваемого говорить отказались, ссылаясь на секретность дела, ведь зона отчуждения считается режимным объектом. Орудуют браконьеры целыми бандами. В медиа постоянно появляется информация о задержании браконьеров. Об этой проблеме говорят и в Кабмине. Собираются бороться повышением тарифов. Но даже это, говорит егер Георгий, вряд ли испугает браконьеров, ведь полученная прибыль куда значительнее. По данным Госрыбогенства, более половины рыбы попадает на прилавки незаконно. Константин Редин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Масштабный пожар в Киеве. На улице Ясногородская в районе станции метро Сырец загорелся верхний этаж и крыша в недостроенном пятиэтажном здании. Огонь охватил 800 квадратных метров. На месте работали более 20 машин спасателей. По данным ГосчС, пожар уже потушен, пострадавших нет. Смертельное ДТП с участием патрульных черновцах. Прошлой ночью на пешеходном переходе экипаж полиции сбил 28-летнего мужчину. Он погиб на месте. В версиях разбиралась Ольга Паламарюк. Все случилось на улице Русская около двух часов ночи. Автомобиль патрульной полиции как раз дежурил в этом районе. Вдруг на проезжую часть дороги внезапно выбежал пешеход. Удар был такой силы, что мужчина отбросила на несколько метров. Он скончался на месте. В полиции рассказывает, дежурный экипаж преследовал нарушителей, поэтому и спешил, но скорость была в пределах нормы. На автомобиле горели синие проблесковые маячки. И случилось все за несколько метров до пешеходного перехода. Ну вот у очевидцев другая версия произошедшего. Дескать, все случилось на зебре, а патрульное авто ехало с приличной скоростью. Есть пешеходный, это ночью, он же освещается вон там, светло. На место аварии родные погибшего несут цветы и свечи, а произошедшим говорят неохотно. Я лично с ним была рядом, я его женька, малопоты. Патрульные были трезвые, ехали со скоростью не больше 80 км в час. Это данные предварительной экспертизы. Делом уже занялись областная прокуратура и СБУ. А вот общественные активисты уверены, все случилось из-за напряженного графика работы полицейских. Причин возможно две. Первое, это хроническая усталость патрульных полицейских. Сейчас патрульные остранены от работы, но не задержаны. Следствие также должно установить, был ли на момент аварии трезв сам пешеход. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. На передовой сегодня 9 обстрелов. Боевики прицельно бьют из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Украинским армейцам приходится открывать ответный огонь. Одна из тех, кто заставляет противника замолчать. Девушка из Киева. Как она оказалась на передовой, расскажет Геннадий Вивденко. Их историю нельзя назвать военно-полевым романом. Олег был таксистом в Киеве. Алла частным предпринимателем. Олега мобилизовали в начале войны. И он остался в армии. Три года спустя, не выдержав разлуки, супруга пошла вслед за любимым. Здесь служит мой муж. К нему пришла в 2017 году. В том году была в Крымском. Вместе с мужем. В этом году здесь нахожусь. На вопрос, зачем комфортную жизнь променяла на передовую, отвечает, не задумываясь. Долго ждала, он был три года. Ни один контракт был мобилизованный. Поддержка может быть вместе. Алла стрелок, гранатометчица. Ей не раз приходилось отражать атаки противника. Ситуация под оккупированной горловкой сейчас уже не первую неделю наколена до предела. Постоянно в нас кидают воги, прилетают. Работают и утром, и днем. Вчера работали днем. Олег признает, решение супруги его обескуражило. Отговорить было невозможно. И вот теперь они плечом к плечу в одном подразделении. И в итоге так получилось, что она здесь. Ну и ваша реакция? Ну если здесь уже нужно служить. А опасность? Опасность, опасность. Переживаю за двоих, как за себя, так и за ее. Дома в Киеве 18-летняя дочь решила идти по стопам родителей. Будет идти военная. Да, она сейчас учится в академию и поступила. Созваниваемся постоянно. Скучаем. Ну, она нас понимает. О том, что с ними происходит на передовой Олег и Алла с дочерью говорят не часто. Мы думаем, что уже пока она выучится, войны не будет. Будет мирное небо над нами. Тем временем противник обстреливает наши позиции все сильнее. Передают, заезжают АБСЕ. Будет работать беспилотник АБСЕ. И в итоге начинается провоцирование. Чтобы дали ответку. Мы подходим ближе и ближе. Они думают... Ситуация становится все опаснее. Вот сейчас слышим, как противник ведет огонь по нашим позициям. Наши войска не отвечают, придерживаются перемирия. Однако огневое давление крайне существенно и очевидно. Бойцам приходится отвечать адекватно. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Антон Чиженко. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Украинская экономика растет во втором квартале этого года почти на 4%. На один из самых существенных вкладов у Харьковской области. Регион показывает рост уже два года подряд. Сегодня там открыли очередное производство. Все подробности в нашем материале. Ирина Лисичка с легкостью справляется с ультрасовременным оборудованием. На новой линии в цеху плиточного завода. Она контролирует работу машины. Это наносится на плитку глазурью. Я, например, слежу за плотностью, за текучестью, сколько слой. Вместе с Ириной в новый цех набрали 150 рабочих. Средняя зарплата на предприятии 10 тысяч гривен. В этом месяце ее увеличили еще на 10%. Это итальянская линия с уникальными технологиями. К примеру, здесь применяют ректификацию, резку без воды. Линия работает круглосуточно. 40% производительной продукции идет на экспорт. Это Схидная Европа. Краина Польши, Краина Венгрия, Румуния, Германия. Мы начали поставить нашу продукцию в Великую Британию. Европейцы очень прагматичны. И когда они сравнивают качество и цену с испанцами и итальянцами, то мы часто выиграем тендера. Открытие первого цеха – это результат совместной работы бизнеса и областных властей. Чиновники заинтересованы помогать бизнесменам в поиске партнеров и инвесторов. Взамен получают новые рабочие места для жителей региона и отчисления в бюджет. Только один такой цех принесет 40 миллионов гривен на развитие области. Еще одно харкевское предприятие расширяет выработку. 750 миллионов гривен инвестиций в развитие предприятия и в экономику Харкевской области. Это наша спильная дворечная работа с менеджментом предприятия. Для предприятия и для бизнеса это увеличение выработки на 35%. А для нас это создание 100 новых рабочих мест. Убирение заработной оплаты работникам на 20% в этом году. В целом промышленность Харкевской области показывает стабильный рост уже более двух лет. По итогам 8 месяцев этого года свыше 100%. В лидеры вырвались машиностроители. Сегодня машиностроение рост больше чем 104% по итогам 8 месяцев. Безусловно, это наш гигант Турбоатом. Стабильно работает завод имени Малышева. Электротяжмаш. Безусловно, плиточный завод. В конце сентября в Харькове пройдет большой экономический форум, где соберутся бизнесмены и чиновники. А это новые контакты и новые возможности для развития региона. Юлия Жешко, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьков. Правительственный кризис в Германии. Правящая коалиция не может определиться, как поступить с начальником контрразведки. Уволить или все же оставить на своем посту. Что он сделал и почему из-за этого такой скандал, расскажет Татьяна Лагунова. Политическую судьбу шефа ведомства по охране Конституции в официальном Берлине пытаются решить уже несколько дней. Причем на самом высшем уровне в кабинете Ангелы Меркель собираются лидеры партии, которые входят в правящую коалицию. Но компромисса пока нет. Оставлять или увольнять эту дискуссию спровоцировал сам Ханс Георг Массен. Он дал интервью одному из немецких изданий, в котором, среди всего прочего, сказал, нет никаких доказательств, что во время беспорядка в Хемнице правые преследовали иностранцев. А видеозаписи этой травли еще нужно проверить на подлинность. И, по сути, косвенно обвинил немецких журналистов и других очевидцев этих событий в дезинформации. Массен должен уйти, настаивают социал-демократы и требуют от канцлера уволить шефа контрразведки. После всего, что произошло в последнее время, я не могу доверять господину Массену. Наша позиция неизменна. Он должен уйти, и он уйдет. Нет, он останется, парирует лидер ХСС и министр внутренних дел Хорс Зейхофер. Дескать, шеф контрразведки все объяснил и письменно, и на закрытом заседании Бундестага. Говоря о возможной неподлинности видео, Массен имел в виду всего один ролик, опубликованный в интернете активистами левого движения. И вообще, ставить все под сомнение и несколько раз перепроверять – это и есть работа шефа контрразведки. Господин Массен выразил сожаление, что некоторые его слова были неправильно истолкованы, и я приветствую этот шаг. Как я уже сказал на заседании Комитета парламента по вопросам внутренних дел, после отчета господина Массена и дискуссии на эту тему, я не вижу никакой необходимости принимать кадровые решения. Примирить партнеров по коалиции должна Ангела Меркель, как пока непонятно. Канцлер только заявила, этот спор коалицию не развалит. И назначила партнером новую встречу на вторник. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое бюро телеканала «Интер». Столица Евросоюза сегодня в распоряжении велосипедистов. В Брюсселе на один день запретили проезд автомобилей. Это ежегодная традиция. Зачем европейцам двухколесный транспорт, расскажет Елена Абрамович. Рю-де-Ла-Луа – главная улица в сердце Евроквартала, сегодня во власти велосипедистов. Как и все другие дороги города. Для многих день без машин – это любимый праздник. Прокатиться с ветерком на скейте, самокате или велосипеде выбирается из дому не только жители Брюсселя. Сюда съезжается из соседних городков и даже стран. Я из города, находящегося недалеко от Брюсселя. Приехал специально. Это весело. Все улыбаются. Мы из Португалии. Мне лучше, когда машин нет. В некоторых городах нет условий для передвижения на инвалидных колясках. И поэтому без машины сложно. А здесь хорошо. В мире подобные акции впервые стали организовывать еще во времена нефтяного кризиса в 70-х годах. В Брюсселе днем без машин объявляют одно из воскресенья сентября. На протяжении уже 16 лет. Главная идея – пропаганда экологических способов передвижения. На бестопливном или общественном транспорте. Без машин лучше. Можно наслаждаться городом. Нет машин, нет загрязнения. Это прекрасно. Общественный транспорт в эти дни бесплатный. На дорогу также разрешено выезжать полиции, скорой помощи, таксистам и тем водителям, которые получили разрешение заранее. По особым причинам. Ограничение скорости для всех 30 км в час. Очень утомительно. Нужно постоянно следить за дорогой. Везде велосипедисты, ролики, коляски. На велосипеде сегодня ездил и министр транспорта Брюсселя Паскаль Смет. Говорит, присаживается на двухколесный транспорт довольно часто. Я не против машин, сам часто вожу автомобиль. Но ездить на нем всегда нет необходимости, особенно на короткие дистанции. И мне нравится, что новое поколение мыслит так же. Люди задумались о загрязнении воздуха, стараются быть более ответственными. Условий для ведения более экологического образа жизни в городе становится все больше. Велосипедные дорожки постоянно расширяют и открывают новые точки велопроката. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В поликлинику, как в сказку, в Киеве появилась необычная стоматология для детей, пациентов. Там встречают герои любимых мультфильмов, а само лечение как продолжение игры. Креативную клинику видели и наши корреспонденты. Запах медикаментов, длинные очереди перед кабинетом и раздражающий звук бормашины. Это привычная атмосфера для стомат-поликлиник постсоветского образца. Между ними и частной практикой бездна. Наша клиника на сегодняшний день открывает два новых отделения. Эстелайн Элит и Эстелайн Китс. Потому что таких специализированных клиник, которые обслуживают отдельно детей, очень мало. А это очень большое значение имеет для сегодняшней стоматологии. Это всегда самое современное оборудование, самые современные материалы, самые передовые технологии. Эти передовые технологии клиника используют и на передовой, на востоке страны. Например, такие мобильные стоматологии, кабинет на колесах, не раз помогал украинским военным. Ребята сразу шли буквально, можно сказать, с окопов, с оружиями. Ставили ружья здесь, садились в кресло, обслуживались. И получали квалифицированную стоматологическую помощь. На передовой Алексей был уже несколько раз. Признается, за время работы сроднился со своим рабочим кабинетом. В данном случае стоматологическое кресло, полноценно работающее, как, скажем так, по-военному на гражданке. Мы привыкли работать в абсолютно разных условиях. А здесь полноценный стоматологический кабинет. Лечат солдат бесплатно. Мы уже лечили больше 700 солдатов. И каждая поездка, ну, около 60-100 солдатов каждый раз мы лечим. Пока в Украине война, я не собираюсь зарабатывать деньги. Проект мобильных кабинетов единственный в своем роде, как и подход к лечению детей, уверяет в новосозданной клинике. Создал отдельную клинику детскую для детей с аниматорами. В каждой комнате есть отдельная история, отдельная тематика. Красиво, просторно. Везде продолжается определенная сказка. Каждая комната имеет свою сказку. Здесь, грубо говоря, Алиса в стране чудес. Подобных кабинетов в клинике еще четыре. В каждом своя атмосфера. Первых пациентов собираются принять через несколько дней. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Непокоренный духом. Участник АТО Александр Дармороз, подорвавшись на мини, получил тяжкие увечья, но нашел в себе силы вернуться к жизни. Через неделю вместе с другими ветеранами он будет участвовать в марафоне морпехов в Штатах. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Александр Дармороз подорвался на мини в 2016-м при выполнении боевого задания. Получил множество ранений, потерял ногу и зрение. Два года проходил лечение в Штатах. Этой весной вернулся на родину. Вместе с ним прилетела и хана. Собака-поводырь, которую подарили бойцу представители украинской диаспоры. Треба жити поки що в темноті. Але цю темноту на сьогоднішній день я замечаю дуже рідко. Життя настільки насичене, настільки багато є справ, клопот. Через місяць Александр снова полетит в Америку. Там, в пригороде Вашингтона, примет участие в марафоне морпехов. Це марафон морської піхоти, де будуть приймати участь близько 30 тисяч поранених та рідних, загиблих. Тобто це свій рідний марафон части. Боец уже несколько місяців інтенсивно тренується. Хоча після многочисленних операций це нелегко. Він дуже хоче показати, що він такий як всі. Я мимою відчуваю, що йому буває важко, але він нам не показується все. Готовиться к марафону помогає тренер-партнер. Він завжди рядом на пробіжці. Указыває, де поворачувати налево, а де направо. Сар, скільки прибігли відчуття? Суперовень, кілометр. Треба 10. Трошки страшно. Тренер результатом Олександр доволен. Зараз задача підняти функціональні можливості організму, адаптувати суглоби і м'язи до цієї роботи. А тоді вже можна замахнутися на марафон настоящий. Він молодець, він оптиміст. І перші достиження у бойця вже є. Він змог вернуться на службу в родной полк. Сашко однодалі зараз проходжу військову службу як офіцер, на посаді офіцера-психолога. Ми вже будемо підтримувати його тут на місці, душою ми будемо разом з ним. Я думаю, що нашу підтримку він за океаном почувствує. В октябрі на марафон морських пехотинців вместе з Александром поїдуть ще 9 ветеранов. Своїм примером вони надеються вдохновити і підтримувати побратимів на передовій. Олег Єрмаков, Лариса Светловська, Тарас Тарасов. Подробності телеканал «Интер» Хмельницкий. Бувші війни АТО против патрульних полицейських. І це не улічні сводки о безпорядках. Війні правоохоронити сошлись на одному з столичних стадионів в матчі по регби. Кто победив, знає Лариса Зубенка. Євгений увлекався регби ще до роботи в поліції. Даже з будущей женою познакомився на одному з матчей. Тепер за спортивний образ жизни агитирують колег. Виникла ідея, що чимось потрібно патрульним теж займати. Теж вільний час, якісь проводити тімбілдінги, якісь командотворення. І я вважаю, що регби – це найкращий варіант для таких речей. Тому що це командна гра, в якій потрібно швидко думати, взаємодіяти. І головне, як у справжнього поліцейського, в регбиста має бути хороша фізична форма. Команда «Патруль» вже провела нескільки любительських матчів. Планирують виходити на професіональний уровень. Сьогодні їх соперники – участники боевых действий на Донбассі. Об игре команды договорились в фейсбуке. Говорят, це скорее не матч, а обмена опытом, поскольку регби для України в диковинку. Команда регбистів состоит із 15-ти человек. Ігроки передають друг другу мяч, стремясь попасть с ним в зачетну зону. Сьогоднішній матч со счетом 35-0 выиграла команда патрульной полиції. Воені признаються, це їх перший поединок. Але після проигрыша руки опускати не намерені. Ну, перший, блин, мабуть, комом вийшов. Сумно від поразки, якась сумбур такий в голові. Зараз, після гри поспілкуємось. Капитан команди покаже, хто, де не дограв, хто, чому, через які зони пройшли. Азарта ще більше, бажання ще більше. Будемо тренуватися, будемо перемогати. Оценивати гру прийшли не тільки родственники і друзі участників, ну і представители Федерації регби України. Говорят, у победителей є шанс попасть в професіональну лігу. Гра була дуже цікава. Цікава тим, що для Федерації, те, що розвивається в національній поліції, в інших формуваннях регби, для нас це дуже цікаво. У них є великий потенціал. Тим більше і в світі проводяться чемпіонати світу серед поліцейських з регби. І в багатьох європейських країнах, країнах НАТО, серед військових регби є базовим видом спорту. Обі команди обіщають, що після нескольких місяців тренировок поміряються з силами ще раз. Лариса Зубенко, Сергій Ерєменко, подробності Телеканал Інтер. Круті тачки, ніяких моторів і механічних приводів. В Черкасах устроили гонки на самодельних апаратах. Главне условіє – машина должна скатиться со спуска быстрее остальних, а вот выглядеть она може як угодно. Мої колеги оценили політ фантазії черкасських зберістей. На цій стартовій площадці нет міста апаратам з моторами. Здесь тільки самодельні тачки. Главне условіє – отсутствие якого-либо двигателя, но наличие тормозового руля. На старте боліди розгоняє команда, а далі тачка вже по інерції катиться к фінішу. На гонку зарегистрировались 14 команд. Оценивають не тільки время прохождения трасси, но і креативність проекта. Суд'я, байкер Сальвадор, у Відіном остался доволен. Це, по-перше, прикол, я так розумію. І саме з цього, виходячи, будемо ставити свої оцінки. Ну так, люди з фантазією підійшли, саме з приколом. А фантазія участників просто зашкаливала. Здесь і матраці-віздеходи, і ракета-мобілі, і даже сумасшедший локомотив. Многі тачки собирали за нескільки дній до гонок. Команда Артема Фіолковського сконструировала целий офіс на колесах. За основу ребята взяли раму і колеса от велосипеда. Стол ми взяли в одному з офісів нашого банку в Черкасському, у товарища. От банкира нам його позичили. Надеюсь, ми його вернем, але, може, і не вернем вже, якщо поломаємо. І предсказанне збелось. На спуске два трамплина, серпантин і крутой поворот. До второго трамплина офіс на колесах так і не доехав. Для Черкас крутой спуск стал уже традиційним развлеченням. В цей раз гонки приурочили ко дню міста. По сравнению з прошлым годом, рассказыває организатор Андрій Еременко, участників стало більше. Будь-який житель Черкаси, чогось міста, може брати участь. Команди складні з дівчат, чоловіків, дітей. Довільна фантазія для всіх участників, щоб вони виплеслили всі свої емоції саме в цих тачках. Виктор Ткачук, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності телеканал «Интер Черкаса». Більше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробності ЮА, а в прямому ефирі, увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера і до встречи. Субтитрувальниця Оля Шор